Наши же взгляды сейчас будут прикованы к следующему поединку. Юноши, 16-17 лет, весовая категория 73 килограмма. Давайте все вместе встретим бойца с красным поясом, который представляет Ленинградскую область, город Волхов, спортивный клуб «Санбист» Роман Румянцев! Итак, Роман Румянцев, кандидат в мастера спорта, тренер Смирнов Николай Васильевич, рукованный победитель всероссийских турниров, всероссийских соревнований в памяти Олега Бутейко, серебряный призер фирменства России «Город Орел». Бог говорит, любит троицу и хочет стать бойцом UFC. Ну, как бы молодец! Немногие у него, как бы, в главе мысли, даже можно так сказать. Московская область, город Красногорск, спортивный клуб «Ярополь» Даниил Гарусов! Даниил Гарусов, кандидат в мастера спорта, тренер Динаев Кингисбук Старович, первое место первенства в Москве и Московской области, всероссийские соревнования, первое место в городе Тулы, «Важный вид по жизни быстрее, выше, сильнее, хочет стать чемпионом мира». Ну, я считаю, тоже хорошие планы на спортивную жизнь. Словка к поединку, давайте чуть подробнее изучим досье этих бойцов. Боец с красным поясом, кандидат в мастера спорта, 17 полных лет, рост 185 сантиметров, его тренер Николай Смирнов. Боец 2017 года занимается рукопашным боем, собственно, как и его соперник. Двукратный победитель всероссийских соревнований памяти Олега Бутейко, серебряный призер ферменства России в городе Орел в 22-м году. Его делись по жизни, бог любит кровицу, азаретная спортивная мечта – стать бойцом UFC. Роман Румянцев! Уверенно смотрит на него боец с синим поясом, кандидат в мастера спорта, 17 полных лет, рост 173 сантиметра, город Красногорск. Его тренер Денгейс Динаев. Как я уже озвучил, так же, как и соперник, с 17-го года занимается рукопашным боем. Его высшие спортивные достижения на сегодня. Первое место на первенстве Москвы. Бронзовый призер первенства России в 21-м году в Курске. Первое место на всероссийских соревнованиях в Солнечном Курске в 22-м году. Победитель всероссийских соревнований в Туле в 22-м году. Делись по жизни – быстро, высоко и сильно! Заметная спортивная мечта – стать чемпионом мира! Даниил Гарусов! Итак, у нас интересное противостояние Московской области против Ленинградской области. Что хочу сказать. Бойца с красным поясом тренирует Николай Васильевич Смирнов. Очень заслуженный человек. Давно в нашем виде спорта. Базовый самбист. У него ребята всегда очень хорошо боролись. И тут вот вопрос. Антропометрия. Рост 185-173. Ни для кого не секрет, что бойцам низкого роста, с высокими, бороться намного легче. И мы видим, что не Даниил, а Роман, он начал в ударной технике, но перешел все равно на борцовскую. То есть школа все равно сказывается. И даже заработал уже два балла. То есть у него есть ударная техника, и с бросковой. Ну, опять же, это говорит о разноплановости бойцов. У тебя может быть тренер-базовый борец, но ты можешь при этом быть очень неплохим ударником. У нас прошло 40 секунд поединка. Пока что Даниил не смог предложить ничего, с чем бы не справился Роман. Да, уступает немного Даниил, но прошла минута. Ну, скажем так, Даниил пытается пока подобрать ключи к Роману. У Романа все понятно. Он использует антропометрию. У него длинные руки, длинные ноги. Так еще и хорошая базовая школа на самбо. Ну, опять же, пропустил удар ногой. Вот, и еще раз. Вот Даниил, как вы сказали, походу находит уже ключик к Роману. Вот задача, да, она такая, что думать надо. Думать исключительно. То есть ты на одной физике, на одном желании никогда не выиграешь поединок. По любым единобородам. Не только по бокам. Если у тебя нету в голове плана на бой, если у тебя нету тактики, то ты выходишь заранее проигравшим. Ну, это же, вот я опять же с тобой сейчас с тренером разговариваю, потому что ты же готовишь своих спортсменов в любом случае. Ты настраиваешь, ты говоришь, вы просматриваете спортсменов, что делают. Пытаетесь найти слабые стороны. Конечно, мы за это заранее обговариваем, все смотрим на своих соперников и стараемся подобрать к ним какой-то определенный подход, ключи. То есть алгоритм действия вот именно в бою, чтобы использовать свои сильные и использовать его слабые места. Да, все верно. И это зачастую дает очень хороший эффект, если это грамотно проработано заранее. Правильно? Правильно. И грамотный боец, естественно, который услышит своего тренера. Вот по поводу услышать своего тренера, это прямо вот большая проблема. Я говорю это не просто так, потому что есть шикарные, замечательные бойцы. У них классный потенциал, у них шикарный технический набор опций, которыми они могут пользоваться. Но когда они не слышат своих секундантов или тренеров, это порой превращается в такую беду, казалось бы. Человек должен выходить, решать бой за минуту-полторы, а он еще умудряется и проиграть его. Есть такие бойцы, и, к сожалению, их немало. Потому что, мне кажется, работа тренера и работа спортсмена должна быть гармоничной, она должна быть совмещенной. И вот сейчас мы, да, с вами разговариваем, а я все равно наблюдаю за шикарным, я считаю, тоже боем, когда сейчас именно Даниил проявляет очень сильно свой характер, скажу даже так. Ну, 30 секунд до конца, и... Есть шанс. Абсолютно, абсолютно. То есть, вот он старается, он понял, что, да, может, с ноги. Он уже, по-моему, 3 балла из 6, он забрал именно с удара с ноги. Но, опять же, да, Роман, базовый борец, использует то преимущество, которое у него и есть. Есть, да. Счет встречи 6-8. 13 секунд. Тут вопрос в том, что Даниилу нужно предлагать нерешаемую задачу. Очень. Сверх, я бы сказал, да. И опять он попадает на левую ногу. Вот и еще. И у нас сейчас уже счет 8-9. Почему? 8-9. Потому что, ну, тут немножко... Вот, все, поменяли. Хорошо. И все. Конец поединка. Немного не хватило Даниилу совершенно. Что могу сказать? Роман молодец. Он довел свой бой до конца. С красным борьбом. Роман Рубянсен. Мы поздравляем представителей Ленинградской области и всю Ленинградскую область с шикарной победой, с достойным поединком. И с достойным соперником. Дальше больше. Да. Я надеюсь, что как минимум Даниил не опустит руки вместе со своим тренером, потому что не в характере таких ребят это делать. И все будет исключительно на высшем уровне в дальнейших поединках. Мы сейчас у меня, скорее всего, что произойдет, наверное, опять смена, потому что Инна вынуждена покинуть комментаторскую позицию, потому что она у нас еще параллельно судит. Но коллеги приходят ей на помощь. Ее, скажем так, собрат по территории, по ремеслу. Спасибо Артуру Мартиросовичу. Артур Мартиросович Вахтанян выходит на замену. Артур Мартиросович Вахтанян нет.